Театр для всей семьи витражи, а ныне самарский. Художественный театр существует в Самаре уже более 25 лет и немало полюбился самарцам, что и понятно, ведь каждая встреча с театром, будь то красочный детский спектакль или серьезная постановка для взрослых, это настоящий праздник. Сейчас у театра новый этап, новые названия, новый режиссер из Москвы и, конечно, новые постановки. Я представляю гостей в студии Алла Набокова, директор Самарского художественного театра, актриса и Павел Карташов, художественный руководитель Самарского художественного театра, театральный режиссер, поэт, критик. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Ну что же, я очень рада вас приветствовать сегодня в этой студии. Если мне память не изменяет, встречались мы с вами где-то в начале весны, в начале лета. Так вот, сейчас уже год подходит к завершению. Павел, вот какие итоги работы творческой, в первую очередь, вы бы могли сейчас уже подвести? У нас все, что мы планировали, мы реализовали. Единственное, что, конечно, пандемия, она отодвинула по времени. А так, вышла «Чайка», вышел спектакль «Повесть о настоящем человеке». 15 декабря я приглашаю уважаемых телезрителей на премьеру спектакля «Закон бумеранга» по пьесе современного тольяттинского травматурга, который победил, его зовут Валерий Алферов, который победил в конкурсе «Автор на сцену», который, я имею честь, вместе с Юрием Михайловичем Поляковым делать. Так, да вы плодовитый, как я посмотрю. Сколько о «Повесть о настоящем» «Чайка» в этом году? Да. Да, еще и третья премьера, да еще в таких непростых условиях пандемии, однако же все это состоялось, вышло. Вы где силы-то берете? Творчество. Творчество, а конкретно? Вы знаете, Янковский сказал, что сутью нашей профессии является любовь. Так. Она питает и дает силы. Вот так вот кратко, да? Да. Ну что ж, Алла, хочу вас спросить, все-таки в 2017 году, да, вы пришли в театр, то есть уже практически, да, три года. Пошел четвертый год. Пошел четвертый год. Вот. Но все-таки, тем не менее, Алла, как работает с Худруком? Что говорят факты? Зрителей стало больше, меньше, труппа поменялась ли? Сначала, когда пришел Павел Анатольевич, работать было немножко неожиданно. Мы не знали, что ожидать от этого человека. Но так как в течение трех лет мы, естественно, уже привыкли работать, выпустили не одну, а много премьер, причем одна как бы успешней другой, то, в общем-то, я думаю, что мы уже к этому времени сработали с Павелом Анатольевичем. И для трупа нет ничего неожиданного. Ну, в хорошем смысле, я имею в виду. Вот. Спектакли разные, спектакли интересные. Работать, конечно, интересно. Радует, что костяк театра остался, сохранился, и пришли новые, сильные артисты. Особенно отрадно, я думаю, Павел Анатольевич тоже об этом скажет, что к нам в коллектив влился знаменитый Олег Белов, который работает у нас в спектакле «Чайка». Ну, уже больше года, даже два года работает с нами Виталий Тимошкин, Анна Маркова. Это вот как раз те самые силы, которые к нам пришли, и я думаю, что они здорово поддержали рост театра в хорошем смысле этого слова. Сколько сейчас человек в труппе? В труппе сейчас 20 человек творческого состава. Это имеется в виду артисты, художники, художественный руководитель, ну и, естественно, остальные административные там составы. Ну, то есть еще и приглашенные артисты, да? Есть приглашенные у нас. Только труппа, только труппа. Приглашенные у нас... Нет, я тебе понял, Антон, не приглашенные фактически. Олег, он договорился? Нет, как же он вошел к нам в коллектив, в штат? В штат? Да. Вот видите, какие интересные моменты можно узнать именно у нас на программе. Ну, вы знаете, давайте я все-таки хочу перейти к премьере. Повесть о настоящем человеке. Понятно, да, что выбор, наверное, был сделан потому, что еще и 75-летие победы. Но вот мне всегда интересно, чем обусловлен выбор режиссера той или иной пьесы для постановки. Вот если говорить вообще, Павел Анатольевич. Ну, я это говорю в каждом интервью. Дело в том, что, пользуясь терминологией Анатолия Васильевича Эфроса, между пьесой и режиссером должно возникнуть такое эмоционально-лирическое родство, такая химия. Если этого нет, и вопрос, кто выбирает пьесу, режиссер пьесы или пьесы, режиссера, 75 лет победы – важнейшая дата. И выбор на повесть Полевого, он пал не случайно, наверное, потому, что она подзабыта. И в театре она ставилась достаточно мало. Она шла в театре армии российской в свое время, советской тогда еще. Играл пастухов. В кино, как вы знаете, играл кадочников. Что любопытно, в фильме Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» играл и пастухов, и кадочников. То есть оба Мересевых, исполнителя этой роли, так сказать, встретились на съемочной площадке. Для меня это было неким откровением, когда я это узнал. И инсценировку написал современный московский драматург Владимир Малягин. Он уже больше 10 лет преподает, ведет семинар драматургии в литературном институте имени Горького в Москве. И инсценировка получилась на редкость удачной, что очень важно. И главный акцент был на, как говорил Андрей Александрович Гончаров, вот та телеграмма, которая летит в зал, конечно, внимание было направлено на то, чтобы для молодых зрителей, для школьников, педагогов раскрыть какие-то вещи в этом произведении, чтобы они захотели его перечитать. Ну, надо сказать, что школьники приходят подготовленные. То есть сначала прочитают, потом уже идут на спектакль. Да, но надо сказать, конечно, что не везде в школах в программе он остался, но есть в Самаре, вот были на премьере, там гимназия или лицей, элитная какая-то, к сожалению, не помню конкретно, но они пришли, они читали все. И, конечно, на столь искушенную публику сбывали. Пусть и школьную, да? Ну, понимаете, все-таки педагоги, вот где в программе-то есть, они с таким своего рода критическим взглядом подходят. Если бы что-то шло совсем в разрез, они бы не стали скрывать, они бы сказали, что, извините, это все, так сказать, никакого отношения. А мне кажется, это нормальная ситуация. Прочитал произведение и пришел его смотреть, нет? Да, Павел? Конечно, это нормальная, но, к сожалению, в последние времена жизни не всегда нормально все происходит. Ну, хорошо. Вы знаете, я сейчас хочу немножечко прерывать наш разговор. Моя коллега Ольга Павлова побывала у вас на премьере. И вот давайте посмотрим, как она прошла и какие эмоции испытал наш корреспондент. Пожалуйста, внимание на экран. Полковой комиссар Семен Воробьев, смирный и даже некурящий, прошу принять компанию. Неунывающий, постоянно испытывающий сильную боль, капитан Семен Воробьев сумел утешить всех своих соседей по палате. Летчик Алексея Моресьева, который во время войны лишился обеих ног, убедил не оставлять невесту и продолжать боевые вылеты. А танкиста Григория Гвоздева спас, организовав переписку со студенткой медицинского университета Анютой. Роль последней исполняла юная актриса театра витража Агата Задыхайло. Свою героиню она любит и ярко описывает. Строгая, сильная, созустремленная, но в тот же момент и нежная, хрупкая девушка. Спектакль по одноименной повести Бориса Полевого планировали показать еще в конце апреля этого года, перед юбилеем Великой Победы. Но вынужденная самоизоляция во время пандемии сдвинула планы актеров аж на пять с половиной месяцев. Повесть о легендарном летчике Алексее Моресьеве, пострадавшем в тяжелом бою и заслужившем звание Героя Советского Союза, наконец увидела публика. Актерам приходилось не только репетировать онлайн. Для того, чтобы вжиться в роль, они просматривали фильмы на военную тематику и читали подходящие книги. Буквально проживали судьбы Героя в повести от начала и до конца. Сама судьба моего персонажа, она очень сложна. И очень, конечно, тяжело переживать. А все равно ты переживаешь, ты вместе с ним живешь на сцене во время спектакля, с ним переживаешь все его проблемы. Сложный образ, тонкая грань, чтобы не впасть в ложный пафос, чтобы не быть смешным, так скажем. Потому что это всегда на грань, тем более наш зритель – это школьники, подрастающие поколения, а их обмануть сложно. Постановка «Повести о настоящем человеке» стала возможна благодаря участию театра в федеральной программе «Театры детям». Спектакль рассчитан на категорию 10+, и посвящен всем медицинским работникам, которые трудятся на передовой во время эпидемии коронавирусной инфекции. Работа получилась. Это очень важно. То есть при минимализме на сцене очень интересно работает проекционный экран. У нас в театре есть специалисты, которые владеют этим. И получился такой достаточно интересный режиссерский ход, который, мне кажется, должен быть интересен молодому поколению. Спектакль можно увидеть на сцене ДК «Железнодорожников» имени Пушкина. Руководство и актерский состав театра «Витражи» планируют выйти с «Повести о настоящем человеке» на дополнительные самарские площадки, а также показать премьеру за пределами нашего города. Павел Анатольевич, как Вашу работу оценили зрители, ну и, конечно, критики? Ну, критиков еще, по сути, не было. Мы ждем, да. Зрители, главное, чтобы приняли школьники. Школьники, вот. Конечно, ну, так сказать, я слышал разные отзывы, но это нормально. Это театр. Конечно, вполне. Это театр, вот. И в конечном итоге, вы знаете, здесь уже по опыту могу сказать, что вообще законы зрительского восприятия, они очень туманные. Но раз вот приходишь в театр, у него, пардон, заболел живот, случилось что-то дома. И он смотрит, казалось бы, хороший спектакль, но под углом зрения. Через призму своих проблем каких-то, да? Он в коконе неком своем находится, и я часто очень сталкивался. Нужно, чтобы прошло какое-то время, тем более, что сам спектакль, он должен обрасти мясом. А, как правило, где-то к десятому, к пятнадцатому, он уже, значит, подтягивается темпоритмы. Бывает, что на премьеру спектакль выходит несколько растянутый, либо наоборот. Ну, я лучше стараюсь наоборот, так сказать, от, чтобы темпоритмы сжимали, чем когда актеры таратурят текст, так сказать. Вот, то есть подтягивается темпоритмы, спектакль выстраивается, становится наиболее адекватен зрительскому восприятию, слышит дыхание зала. Вот, и сказать о том, каково общее впечатление о спектакле, может только прокат, когда количество разных мнений, правых, левых, положительных, отрицательных, оно в конечном итоге, одна из чаш, она перевешивает. Вот, любопытно, вы сейчас сказали свое мнение, что когда человек приходит со своими проблемами в театре, Алла, а вот не ваша ли задача, как актеров, сделать так, чтобы, пускай зритель пришел со своими проблемами в театре, сделать так, чтобы он о них забыл, смотря замечательный спектакль, погрузившись в эту тему так и пронившись ею, что все проблемы уходят на задний план. Совершенно верно. И даже, может быть, посмотрев тот или иной спектакль, он, может быть, решит какие-то свои проблемы. Это главная задача театра. Конечно, мы стараемся работать, чтобы именно так и происходило. Вот вы мне сказали о том, что 16 ноября состоится спектакль «Повесть о настоящем человеке», и вы ее презентуете для врачей. Да? Да, да. Мы приглашаем всех врачей с семьями на этот спектакль. Врачи сейчас находятся на передовой, можно сказать, в борьбе с этим страшным заболеванием, коронавирусной инфекцией. Не хочется ее лишний раз вспоминать. И всех врачей, медсестер, всех медицинских работников мы приглашаем к нам на спектакль. Пожалуйста, приходите. Этот спектакль посвящается вам. Ну, а пока они не пришли и 16 ноября не наступило, у нас есть прямо сейчас в нашей программе такой музыкальный подарок, что ли, для вас, дорогие и уважаемые врачи. И я сейчас предлагаю его послушать. Уж, наверное, ягоды спелы, нам не видно в окно полисата. А в палате стерильные белые стены розовым красят закат. Но лечение идет без усердия. А к чему? Мне осталось дня три. Погоди-ка, сестра милосердия, посмотри на меня, посмотри, посмотри на меня некрасивого. Я и раньше-то был некрасив. Посмотри, я прошу тебя, мила, что ж ты плачешь, губу прикусив. На ордынке у церкви в безветрии нам болтать бы с тобой до зари. Ах, Катюша, сестра милосердия, посмотри на меня, посмотри. Вот и все, вот и больше не надо. Скоро ангелы в путь протрубят Эту в свете вечернюю ограду. Этот жаркий июль и тебя Позабыть не успею до смерти я. А к чему? Мне осталось дня три. Ради Бога, сестра милосердия, не смотри на меня, не смотри. Не смотри, когда завтра остывшего мужики меня вниз понесут. Попроси за меня у Всевышнего не затягивать божеский суд. А когда окажусь земной твердия И наполнится карканьем ввысь. В этой церкви, сестра милосердия, Помолись за меня, помолись. Спасибо, Алла, большое. Очень такое проникновенное исполнение. Вы всегда, приходя к нам в студию, радуете нас своим творчеством. Ну и телезрители, разумеется. Ну и продолжая разговор, расскажите, как сейчас организована работа в театре? Конечно, она организована с учетом всех особенностей нынешнего времени. То есть зрители сидят по определенной рассадке. У нас на стульчиках, которых садиться зрителям не рекомендовано, лежат листочки. На них написано, что здесь, может быть, размещается место для мельпомены. Поэтому, пожалуйста, его не занимать. То есть зрители сидят в масках. Везде, естественно, средства для дезинфекции рук. Зал обрабатывается. То есть все как положено. С учетом такой обстановки. Да, с учетом особенностей последнего времени. Да. Но зрители приходят. Приходят и на детские спектакли, что особенно отрадно. В сцеплении они все соблюдают. Что в ноябре будет, расскажите. Сейчас прям можете проанонсировать все спектакли. Может быть, на какие-то особые внимания обратить, пригласить детское население, взрослое. Пожалуйста, Павел, Алла, кто? Ну, конечно, у нас вот ближайший день, это прямо ближайшие завтра, субботы. Мы приглашаем всех утром на прекрасный спектакль для детей «Аленький цветочек». А вечером на вечную и любимую во все времена «Беспреданницу». Пожалуйста, приходите. Что еще в ноябре может быть интересного посмотреть? Давайте скажем о второй премьере, о законе бумеранга вы проанонсировали уже. Что там будет интересного? Удивите опять самарского зрителя. Бумеранг будет в декабре. В декабре. У нас буквально 16 ноября будет «Повесть о настоящем человеке», и 15 декабря, 15 и 16 будет два дня премьеры закона бумеранга. Дело в том, что это диалогия, это единое художественное высказывание. В работе нашего театра два спектакля по повести Полевого и по пьесе современного автора. И оба этих спектакля посвящены настоящим людям нашего времени, врачам. Они есть и там, и там. И для меня, как режиссера, было очень интересно с разных ракурсов взгляд из войны. То есть три четверти века прошло. И вот взгляд недавнего нашего прошлого, связанного с той же войной, но чеченской. Там в этом спектакле события развиваются в 1991 году, когда распался СССР. И в 2009 это последний год контртеррористической операции в Чечне. Холдаты, больничная палата. Алла Генриховна играет очень интересную роль. Пьеса не совсем обычная, она больше тяготеет к киносценарию. И тем интереснее было ее пересказать именно языком театра. Есть в ней определенная искренность, и сама история, она цепляет к вопросу, есть ли в жизни чудо. Есть. Вот, если сердце открыто, и человек умеет верить, вот, то происходят какие-то удивительные вещи, которые еще больше способствуют тому, чтобы человек понимал и проникался тем, что существует высшая сила, которая ведет нас. Это то, что именуется вечными словами добро, любовь. И на языке религии это Бог. Вы несколько раз повторили, что это дилогия. Скажите, порекомендовали ли бы вы зрителям сначала посмотреть повести о настоящем человеке, и потом прийти на премьерный показ? Это как-то связано между собой, либо нет? Это связано, но в данном случае, вы знаете, могу сказать так, если я даже порекомендую, а я рекомендую смотреть сначала Полевого, потом Алферова, но дело в том, что, может быть, и наоборот стоит. Сделать, да? Да, да, потому что одно вытащит второе, и спектакль ведь тоже выбирает тех зрителей. Бывает, человек не ходит годами в театр, вдруг он пошел в театр. И на этом спектакле он получил определенный заряд энергии, какой-то импульс, который потом позволяет ему переосмыслить какие-то вещи, которые он не мог сам. То есть просто в традиции нашей русской, то, что на Западе психоанализ, у нас этим занимается искусство. И театр, вот, с Таниславский до него, это малый театр, это то, что было обращено, то есть кафедра, с которой можно сказать миру добра, как говорил Николай Васильевич Гоголь. Вот, и человек, смотря на сцену, он, это если настоящий театр, он соотносит свою жизнь, свои переживания, свой поток мыслей с тем, что видит на сцене. И делает определенные, ставит оценки сам себе, в ту ли сторону он, то есть узнал ли он в персонажах себя в определенные периоды жизни, стыдно ли ему за это, либо наоборот он испытывает чувство гордости за то, что когда-то он не прогнулся и поступил именно так, как того требовало опять-таки совести. Алла, скажите, как вы работали над этой ролью, сложно ли было вам, легко? Для вас, может быть, это какая-то особенная работа? Как готовились, проживали? И вот, что вообще испытываете, какие эмоции? Вот сейчас на прогонах, на репетициях, и когда выйдете на премьеру? Ну, сейчас работа еще продолжается, то есть она не закончена, она прямо в самом разгаре, конечно. Поэтому хочется верить, что все получится, это главное. Ну и, в общем, работа идет. Надеемся, что все будет хорошо. Хорошо. Вот сейчас мой следующий вопрос. Я попрошу ответить вас обоих. Вот если все-таки продолжить фразу, Самарский художественный театр сегодня – это? Это живой театр с коллективом достаточно сильных артистов, способных решать весьма сложные задачи столичного уровня. Алла? Это коллектив, достигший 25-летнего возраста. Это молодой, развивающийся театральный организм, у которого, надеюсь, хорошее будущее. Ну вот, а все-таки, какие знаковые события, если мы говорим о 2020 году, помимо 25-летнего юбилея, все-таки произошли в вашем театре, в вашем коллективе, в творческой какой-то жизни? Ну вот, кроме трех премьер, которые вы назвали, у нас была еще одна премьера. Для самых маленьких. Это спектакль «Муха-цокотуха», это замечательный мюзикл с элементами балета, но это все, конечно, мы в кавычки берем. Поставил артист театра «Фоменко», артист и режиссер Андрей Казаков. Это очень коротенький спектакль для самых маленьких зрителей и их родителей. И трудно даже сказать, кто из зрителей получает больше удовольствия, маленькие зрители или их родители. Или даже бабушки и дедушки. «Весело всем». Павел Анатольевичу тоже, мне кажется, было весело смотреть этот спектакль. И что вы спросили про знаковые события, то я еще хотела, сейчас Павел Анатольевич меня, наверное, дополнит, что спектакль «Чайка» и спектакль «Муха-цокотуха», два спектакля, они в этом году участвовали в международном, очень-таки значимом фестивале «Золотой Витязь». То есть жюри приезжало, отсматривало оба спектакля, очень они остались довольны. Результаты нам пока неизвестны, потому что итоги будут подводиться в конце ноября. Но мы надеемся, что смогли произвести хорошее впечатление на членов жюри. Но вот по поводу наград и по поводу обучения, все-таки скажите, а вот артисты вашего театра проходят где-то, может быть, дополнительное обучение или мастер-классы? Мастер-классы проходят, и Павел Анатольевич у нас в прошлом году очень интересного человека привозил. Это известная актриса Елена Морозова, которая проводила мастер-класс по эвритмии. Она работала со всей труппой, со всеми артистами нашего театра, и потом конкретно с главной героиней будущего тогда спектакля «Чайка», то есть монолог вот там решен очень интересно. Затем Андрей Казаков, прежде чем взяться за работу, он тоже приезжал к нам с тренингами, проводил ряд тренингов с артистами театра, актерских. Ну и у нас артисты продолжают обучаться. У нас несколько человек учатся в высших учебных заведениях, причем в очень сильных заведениях страны, и продолжают получать образование. Вы знаете, еще дело, вот именно сейчас, в пандемию в бюджете, я бы с удовольствием уже в этом году пригласил бы и Бозина Диму из театра «Зизиркика», он ведет шикарный актерский тренинг, и Владимира Малюгина, который в Театре нации вместе с Женей Мироновым играет Гамлета. Спектакль играется фактически одним Мироновым, а остальные роли, так сказать, играет, он удивительно пластичный актер, вот, но это связано с определенными вещами, расходами, и пока это в планах, но желание совершенствоваться у артистов есть, это очень важно. Ну что ж, спасибо большое. Мне остается предоставить только вам заключительное слово, что я и хочу с удовольствием сделать. Ну, конечно, что бы хотели пожелать себе, своей труппе, зрителям, которые к вам приходят, ну и я от себя только творчество, вдохновения, ну и, конечно, продолжать сработать и радовать в дальнейшем наших самарских и не только самарских зрителей. Алла, что бы хотела сказать в конце? Очень хотела бы пожелать своей труппе постоянного творческого вдохновения, радости и как можно больше зрителей, а зрителям, получается, как можно больше радости от просмотренных спектаклей, даже если они грустные. Вот так. Павел Антонович. Я бы хотел пожелать развития, которое достойно этого театра, и чтобы люди себя реализовывали именно на московском уровне. Я когда пришел, собственно, моя задача и цель была в этом. В частности, мне бы, например, хотелось, чтобы Алла Генриховна играла больше ролей мирового репертуара. То есть вот Аркадина, это, значит, была Харита Игнатьевна в «Беспреданец», вот Аркадина, хотелось бы Раневскую. Аркадина в «Чайке», да? Да, и Гертруду в «Гамлите». Ну, я думаю, что ваши слова обязательно найдут исполнение, тем более, что Алла сейчас рядом с вами работает в вашем театре. Я думаю, что обязательно все сбудется, а иначе и как быть. Благодарю вас за интересное интервью. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Сегодня пятница, завтра выходные. Идите в театр, потому что театр, как известно, это кафедра добра. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова